Нина Васильевна Журавлева в госпиталь ветеранов не в первый раз. На условия не жалуется, а вот в реальной жизни вне больницы сложности с медовслуживанием бывают. Бывает проблема. Вот у нас я в 8-й больнице, у нас к кренологу попасть невозможно. Чтобы попасть, я встаю в 4 часа утра, чтобы получить талон. О трудностях, с которыми пенсионерам приходится сталкиваться на пути к медпомощи, они рассказали председателю региональной общественной палаты. Во вторник в госпитале прошло выездное расширенное заседание комиссии по здравоохранению. Председатель Александр Грибов собрал за одним столом специалистов из районов, департамента здравоохранения и депутатов областной думы. Еще один из пациентов, подполковник в отставке Виктор Савин, за 30 с лишним лет службы с медициной познакомился близко. Этот госпиталь, это изюминка для нашей области. И главное, а здесь вот специалист. Честно слово. То есть как дом стал? Ну вот, ваша задача всячески помочь. Есть такие вопросы здесь, которые бытовые надо немножко улучшить. Уже 25 лет прошло. За 25 лет все. Много вопросов и у специалистов. Согласно статистике, до 70% времени пациенты проводят в очередях. Несмотря на все усилия, кадровая проблема остается. Что касается жителей, многие не знают, что с 18 лет они могут раз в три года проходить диспансеризацию по месту жительства. А переход на электронные медкарты пока затруднителен из-за несовершенства федерального законодательства. Много вопросов, которые мы и выносим на федеральный уровень. Это и вопросы нормативно-правового регулирования, несовершенства в каких-то местах нормативной базы. Также, конечно, мы готовы участвовать и программам модернизации, приоритетные национальные проекты. Некоторые идеи предлагают сами жители. С интересными и, главное, такими актуальными предложениями обращаются в региональную общественную палату. Например, ввести дополнительный акциз на табачные изделия. 10 рублей из пачки принесет около 200 миллиардов в год на строительство фоков, спортплощадок и не только. Очень много жителей Ярославской области обращаются в общественную палату по проблемам здравоохранения. И мы стараемся их в комиссии, соответственно, по здравоохранению и здоровому образу жизни, быстро рассматривать, решать, доводить до ответственных орган власти. Иногда, кстати, привлекать и контролирующие органы, потому что часто без прокуратуры не обойтись. Народные инициативы должны стать реальностью, уверен Александр Грибов. Для этого нужно предпринять все необходимые меры. Ведь здоровье – это основа развития общества. А здоровый образ жизни – приоритет в работе региональной общественной палаты. Нина Колтына, Сергей Чекмарев. День в событиях.